Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Серега, и главной темой этого видео станет самое, по моему мнению, имбовое оружие на данный момент, и кто бы сомневался, его добавили недавно. Кто бы хоть когда-нибудь мог подумать, что медик когда-то станет одним из самых топовых классов, которые готовы остаться 1 в 5 и спокойно значить катку. Класс, на который раньше говорили, ну ты играешь 1 в 15, да ничего страшного, играй дальше, главное, ресой. Сейчас же лучше даже, наверное, не резнуть, а просто побежать в соло, ворваться в плент 1 в 4 и спокойно вытащить эту ситуацию. Такая мета пошла, когда администрация решила поднять медика с колен, когда был балансный максим, и все вроде было прекрасно, и медикам действительно нужно было хорошо играть, чтобы держать дистанцию. Исходя из этого, тебе нужен был космический огромный опыт, чтобы играть отлично этим классом, ведь если реально научиться играть медикам, то, в принципе, ты будешь играть реально очень хорошо. Но все же, чтобы научиться хорошо, отлично, на профессиональном уровне играть этим классом, нужно время. И когда-то админы почему-то решили апнуть этот класс и сделать из него, ну, наверное, класс, который будет настрелить примерно столько же фрагов, сколько и стрелки на некоторых картах. Они хотят, чтобы этот класс и вовсе выходил на первые места и был фраг-лидером. Поначалу они апнули фабарм престиж, сделали его нереально крутым, потом добавили узкон, и тут уже медик был нереальный имбой, и вроде бы куда дальше. Потом добавляется киллтег, который убивает все вообще, что только видит, и класс медик становится играть, ну, просто как будто ты играешь за все классы сразу. Это как будто ты в мире аватара используешь не одну способность, а все. Но когда все же админы добавили киллтег в коробке удачи и поняли, насколько это имбовое оружие, то они, наверное, поняли то, что, а каким вообще образом нам дальше добавлять оружие на медика? Что еще имбовее можно добавить, что люди будут крутить, потому что, ну, что можно еще придумать имбовее, чем киллтег? Оружие, которое и так уничтожает абсолютно все на своем пути. И то, что они придумали, именно главная тема сегодняшнего видео. Если тебе нравятся мои видео, и ты согласен с мнением в этом видео, обязательно поставь свой царский лайк и расскажи друзьям. А также я хочу, чтобы ты поучался в моем конкурсе. В этом видео я разыграю 1000 рублей или же 2000 критов, на которые ты сможешь купить себе абсолютно все, что только захочешь. Что при участии, просто поставь лайк на это видео, подпишись на мой канал и напиши абсолютно любой комментарий. Все итоги ты сможешь найти в группе ВКонтакте. Желаю тебе приятного просмотра. Погнали! Друзья, для новичков Барфейсов можете создать аккаунт сразу с топными пушками и лучшим снаряжением. 6 пушек магмы и 4 лучших в игре шлема магма. Для этого переходи по первой ссылке в описании, крути рулетку, в которой всегда выпадает магма и получай призы. Регистрируйся и заходи в игру. Весь донат будет ждать тебя уже на складе. Чтобы быстрее прокачать, привяжи телефон к аккаунту и получи випку. Также можно пройти опросы, за них также тебе дают випку. В описании тебя ждет много крутых ссылок с бонусами и донатами. После регистрации аккаунта обязательно забери и прокачай себе топовый аккаунт. Чапа имба. Почему, спросите вы? Да даже не знаю. Когда я играл с ней на ПТСе, я почему-то понял, что это, ну, просто прикольный дробовик. Да, у него три патрона, да, неплохой ваншот, но все равно, чтобы научиться с ним играть, нужно довольно-таки неплохо позадротить. И все равно любители будут дальше играть с киллтеком, ведь там дохрена патронов и, собственно говоря, ну, почти такие же ваншоты. Да, киллтек любит славиться тем, что вот просто вот чел притык, где стоит, ты в него стреляешь, а он почему-то опять не умирает. Ты пересматривает моменты и почему-то не понимаешь, а почему-то он не умер. И вот админ решили ввести такое оружие с максимальнейшим уроном, которое будет в ваншоте абсолютно всегда. И когда я еще делал на него обзор на ПТСе, ну, он мне понравился, сказал, что он вроде бы нормальный, конечно, неплохо было бы еще патрончиков большему добавить. А, трехствольному дробовику, ага. Не, а чё, вы самые умные, что ли? Ну чё, золотые версии, обычные версии, имеют абсолютно такой же магазин, откуда патроны, а? Всё может быть. Была инфа, и даже с файлов игры нашли то, что этот дробовик Чапа можно будет собрать за карточки. Ну, естественно, это было круто, хоть какое-то годное более-менее оружие можно будет собрать. И я думал то, что Максим его таким оставят, а может быть даже еще пофиксят, но то, что его апнут, я вообще никаким образом не подозревал. Ну, апнули и апнули, не стал я на это сильно внимания обращать, всё равно подумал то, что сильнее киллтека, ну, вряд ли сделают, ну, куда уж там, а? Ну, действительно, его апнули, и вы сейчас видите такой, какой он есть. И знаете, что я вам сейчас скажу? Да, по моему мнению, это самое сильное и лучшее оружие не только на медике, а, в принципе, в Варфейсе. Я не знаю, как можно было настолько переапать данное оружие, но оно реально имба, ну, или я человек, который нереально офигенно с него играет. Ладно, если бы я только с него играл, вопросов было бы не было, ну, просто, не знаю, нравится мне этот дробой, как-то он подходит, по-моему, в стиле игры. Но нет же, когда какой-то противник играет с Чапой, где бы это ни было, на мясорубке или же на Ирэме, ты просто охреневаешь от этого класса, потому что он убивает просто абсолютно всегда. Вы только посмотрите на это, я не знаю, выглядит это реалистично или нет, но насколько быстро его можно разогнать. Даже с обычным сетом Блэквуд, он перезаряжается очень быстро, и эти три патрона, они, в принципе, не ощущаются. После примерно пяти каток ты абсолютно всегда привыкаешь к тому, что у тебя есть три патроны. Ваншот у Чапы, ну, просто нереально, он просто... Ой, какой он шикарный! Я никогда не был настолько уверен в дробовике, то, что вот я выпрыгну на человека, и я его 100% убью. Вот с Чапой это ситуация, когда 99% он на дистанции, которую вот я хочу именно 100% убить человека, знаю, что у меня дробовик, его просто разнести должно быть на этой дистанции, и он реально убивает. Что Киллтек любит убивать за километр ваншотом, то потом не убивать в притык своего оппонента, а Чапа, он как бы наоборот. Он что и в притык может убить, что и на дали. Просто со временем ты привыкаешь к этому и понимаешь, что тебе не нужно, как с Киллтека, стрелять миллион патронов человека, тебе нужно хорошенько прицелиться и попасть... Один патрон, и поверьте, попасть довольно нетрудно. Во время Ман Сити уходить, при том, когда у тебя будет перезарядка, она очень быстрая, ты спокойно к этому привыкнешь, и спокойно даже влетая в плент, успевать будешь перезарядиться и продолжать всех убивать. Всегда меня мучил такой вопрос, почему дробовики могут убивать только на супер ближней дистанции. Да, я согласен, потому что дробовики это нереально сильное оружие, и они должны убивать и на дальних дистанциях. Просто в играх привыкли так балансировать дробовики, потому что, понятное дело, что в жизни это очень имбовое оружие. Которое, скорее всего, если сделать его под реали, оно убивало абсолютно всех, потому что скилла особо не требует, что там примерно навелся и примерно убил. Но просто в играх привыкли так балансировать оружие, понимаете, чтобы был хоть какой-то баланс, потому что дробовики будут такие, и они должны быть, это будет полная жопа. Опять это та самая гонка вооружений. Ну, правда, никаким образом я не мог подумать, что на медика что-то будет имбовое. Это, знаете, это то же самое, что сейчас на снайпера ввести что-то еще более имбовое. То есть у нас есть СВ-98, ружик, который всегда ваншует, у которого быстрая перезарядка, у которого нормально такие патронов. У нее есть свой глушитель, который не палит тебя на карте. Я, честно, не представляю, что можно придумать имбовее. Ну, по поводу киллтека я думал абсолютно то же самое. И я, опять же, не удивлюсь, если реально на снайпера ведут еще более что-то имбовее, чем СВ-98. Ведь когда я беру чапу в руки, я, знаете, почему-то я какое-то удовольствие-таки получаю, но я понимаю то, что это нереальная имба. И если это оружие будет у большинства варфейса, наверное, будет полная жопа. Единственное, может быть, радостное то, что многие не будут привыкать стоять с трех патронов. Многие просто любят там 15 патронов с киллтека какого-нибудь стрелять и убил, не убил. А тут уж все же нужно пристроиться и понять, что тебе просто нужно попадать. Но вот люди, которые любят просто попадать, делать красивые фраги, будут нереально нагибать этого оружия. Вот вы, наверное, сейчас скажете, вот, Серега, почему ты постоянно ноешь на гонку вооружения, но почему-то все равно против РМа по опенкапу? Даже тестового сезона, который там будет происходить какую-то неделю... Не, на самом деле, если ему будет происходить неделю, мне, в принципе, пофигу, я просто неделю в варфейс не поиграю. А почему я ною на гонку вооружения? Потому что мне не нравится гонка вооружения, что каждый месяц пытаются добавить оружие им более, чем твое старое оружие. А если не пытаются добавить, то добавляют какое-то снаряжение, которое почему-то фиксит твое старое оружие. И тебе приходится выбивать какое-то все равно новое оружие, которое почему-то по магическим образом пробивает это снаряжение. Ведь понимаете, стороной медали администрация хочет якобы сбалансировать Warface, чтобы на РМе все было честно. Все же, чтобы в Warface все было балансно и честно, нужно просто перестать добавлять имбовое оружие и перестать постоянно вести гонку в вооружении, добавляя все лучше и лучше оружия, чем были старые. А не продолжать добавлять эти самые оружия, но почему-то запрещать их на самом популярном режиме Warface и ограничении людей, которые хотят их выбить. И поймите, не у всех есть вот подобное говно по типу Тру Вэллы, Бушмастеры, не у всех есть подобное снаряжение. Вот я на Чарли зашел, у меня нету там ни Синдикат, ни Армагеддон, а чтобы это снаряжение купить, оно обосраться какое-то дорогое. И то есть все равно будет дисбаланс, у кого-то будет снаряжение Синдикат, Армагеддон, оно поверьте имбовое, а кому-то придется играть в турнирном снаряжении за варбакс, или у кого-то и такого снаряжения не будет, но ему придется вообще играть с каким-то полным говном. И понимаете, от этого идет еще больше дисбаланс, что люди, которые и так играют в киберспорт, они и так сильные, и им придется играть против людей, которые просто по фану играют в игру, но у которых даже оружия нормального нету для того, чтобы играть этот самый РМ. И они просто не будут его играть. И онлайн РМа настолько уменьшено, что вы будете играть друг с другом. Да, я считаю, можно сделать на РМ какие-то такие правила, но которые не будет настолько сильно бесить. Допустим, ладно, автоматические винтовки запрещены, круглые мины запрещены, три смока запрещено, оглушающий грант запрещено, даже неплохо было бы женские скины запретить. Запрещать людям оружие, снаряжение, которое они честно купили, заработали, это уже бред. Я предлагал сам в Warface что-то по типу Face создать, чтобы, допустим, было в сети тысячи киберспортсменов, они хотят именно киберспорт, им не нужны никакие лиги, они хотят апнуть какой-то уровень в Face и просто потренироваться. Пусть играют этот Face, просто быстренько запускаются, играют просто сделать его лучшим, а не таким, какой он есть сейчас. Чтобы администрация сама захотела что-то продвинуть для киберспортсменов в этой игре. А запрещать людям, играясь с их оружием, которое они честно купили, это уж, простите, бред. Продолжать гонку вооружения и говорить то, что мы за баланс и мы будем добавлять имбовое говно, но, к сожалению, с этим имбовым говном будем играть на пабликах или на ПВЕ, ну бред. Почему они перестали разрабатывать серверы Дельта? Вроде бы было неплохо, отдельный сервер, где люди хотят как-то играть по-другому, пусть идут туда и, в принципе, играют. Сделать офигенные награды, которые можно будет передавать на основной сервер, хорошо, им так нравится, пусть так делают, но обычный РМ на Альфе все же уж лучше не трогать. Ведь и так сейчас онлайн в Варфейсе не особо большой, если делать такие изменения, то еще больше людей просто играть не будет, потому что РМ это самый любимый и популярный режим многих людей. А вот запретить на РМе что-то по мелочи, то, что реально мешает балансу, не в том плане, что у кого-то пуш, как более-менее какая-то имбовая, а, допустим, скины, которые просто лагают и летают по всей карте, ну тут уже другое дело, но это мое личное мнение. По-моему, оружие на Медика, ну, таки переапали, и сейчас со снайпером вооружением, они примерно вот на одной волне. Самое интересное то, что эти оружия уже никак не пофиксить, потому что администрация уже, может, не знаю, год, может быть, полтора года взялась за такую эстезю, когда она не фиксит пушки напрямую, она, допустим, добавляет какое-то имбовое снаряжение или пушки просто получше. Так что, я думаю, в 2020 году не нужно переживать о том, что вашу пушку пофиксят, ну, по крайней мере, не напрямую. Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы досмотрели это видео до конца, не забудьте поддержать это видео своим царским лайком, оформить подписочку на канал и написать ваше мнение в комментариях, а все ссылочки, как всегда, есть в описании. Мы с вами увидимся. Всего ночи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok